МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новоуральской вещательной кампании программа «Объективно о спорте». О самых главных событиях в спортивной жизни нашего города узнаете далее. Смотрите в выпуске. Свою силу и выносливость проверили участники открытого чемпионата города по гиревому спорту. Несмотря на небольшое количество участников, соревнования состоялись. Подведены итоги одного из самых популярных волейбольных турниров в городе – мемориала Андрея Иосифовича Савчука, на протяжении 20 с лишним лет возглавлявшего Уральский электрохимический комбинат. 12 очков и 4-е место в турнирной таблице. Таково положение кедра после матча с командой «Урожай», состоявшегося в прошедшие выходные. Подробнее об этом и многом другом – далее. Выпуск начнем с события международного масштаба, прошедшего в Свердловской области. Уже полтора десятка лет Екатеринбург принимает сильнейшие сборные, которые борются за кубок первого президента России Бориса Ельцина. В соревнованиях приняли участие сборные России, Казахстана, Сербии, Турции и Болгарии. Поболеть за спортсменок прилетела Наина Ельцина. Игры проходили достаточно напряженно. В финале встретились команды России и Сербии. Наша команда, выступавшая в экспериментальном составе, стала второй, уступив решающим матче со счетом 2-3. Поединок заслуженно стал лучшим на турнире. Бронзокубка у Турции. Тренер нашей сборной Владимир Кузюткин перед стартом турнира назвал кубок Ельцина 2017 года подготовительным. В Екатеринбурге сборная играла без четырех основных игроков. Победителей кубка награждала медалями Наина Ельцина и первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. В то время, как Екатеринбург принимал сильнейших волейболисток мира, в Новоурайске состоялся давно полюбившийся горожанам волейбольный турнир – мемориал Андрея Иосифовича Савчука. О том, как он проходил и с какими результатами закончился, узнаем далее. Несмотря на то, что по счету он 13-й, турнир имени Андрея Иосифовича Савчука стал достойным и зрелищным спортивным событием летнего сезона 2017. Сначала по традиции шли предварительные игры, а затем всех любителей волейбола ждал финал. Яркий, красочный, интересный. Болельщикам было на что посмотреть. Матчи между командой завода управления комбината ИОКП-123 разыгрались нешуточные страсти. Свою команду поддерживал Александр Белоусов, генеральный директор УХК. Правда, лишь на скамье болельщиков. Возможно, такая мощная поддержка и помогла сборной директората одержать победу над профсоюзом. Счет 2-1. Женские команды турнира тоже показали отличные результаты. Отдел 16 может гордиться своей сборной. Она обыграла команду Центратеха в двух партиях. Надо отметить, что мужские команды собирают лучших волейболистов со всего комбината. Поэтому эти игры, особенно финалы, всегда зрелищные, показательные, интересные для всех болельщиков. Бронза у сборной команды управления отдела 16 и атом охраны. Команда отдела в 10-18 вновь, как и в прошлом году, стала сильнейшей, обыграв сборную цехов 87-101. Кубок победителя, как и в прошлом году, повторимся у этой команды. Гиревой спорт – это циклический вид спорта, в основе которого лежит подъем к гири максимальное количество раз в положении стоя за отведенное время. Он известен и любим жителями нашей страны с времен Советского Союза. В прошедшие выходные по трибунам помещений центрального стадиона имени Григория Демидовича Завады прошел открытый чемпионат города по гиревому спорту. Сразу отметим, что на соревнования заявилось крайне низкое число участников. Соревновалось шесть человек, из которых новоуральцев лишь двое. Среди женщин, которые состязались в рывке гири 16 килограмм, первенствовала Ксения Кузнецова. Ее результат – 180 рывков двумя руками попеременно – уступал сумме Галины Деливировой, которая 199 раз вырвала гирю. Но имея собственный вес на 18 килограмм меньше, Ксения опередила соперницу по лучшему коэффициенту, тем самым оправдав свои ожидания от соревнований. Развивает общие силовые показатели, общая выносливость, формы тела. Вообще это очень зрелищный спорт. Завораживает, и на каждой тренировке действительно развиваешься, чувствуешь это. Третье место получила Евгения Залесова – 152 рывка. Все трое из Екатеринбурга и представляют атлетический клуб «Ратиборец», тренер которого Анастасия Лазарева, сама выходец из Новоуральска. Она рассказала, почему стоит заниматься тяжелой атлетикой и гиревым спортом. Есть тренеры, есть желающие, есть место, поэтому надо развивать просто направление и все. Люди понимают, что оно приносит столько здоровья и корректирует фигуру очень хорошо. И в принципе это весело, это команда постоянная. Еще один представитель клуба «Ратиборец» Александр Мануилов стал лучшим среди мужчин, толкнув две двухпудовые гири 37 раз и совершив в рывке двумя руками 120 подъемов. Он оставил свои пожелания новоуральцам. «Спортсменам хочу пожелать больших успехов, чтобы все мечты осуществлялись в спорте и в жизни. А всем жителям, которые думают, сомневаются, родителям, которые думают, куда же отправить своих детей, я советую присмотритесь к этому спорту, потому что он доступен. Он вот здесь, на стадионе, рядом с вами. Есть замечательные тренера, при желании их можно найти. И он развивает как дыхание, так и силовые упражнения». Вторым призером стал новоуральец Александр Новиков. Он и еще один наш земляк Егор Смирнов соревновались только в рывке. По местам их расставила таблица коэффициентов. Александр поделился с нашей съемочной группой, почему с 18 лет и по сей день продолжает участвовать в соревнованиях. «Продолжение молодости, своей силы и молодости, поддержание формы спортивной, которую я не хочу сбагривать, но у нас сбагривает, уменьшается, но по возрасту и уже как бы мировоззрению своему. Ну а так, поддержание своего жизненного тонуса. А просто забросить как бы ничего я не могу уже». Остается добавить, что гиревой спорт – один из самых доступных и простых видов спорта. При этом занятия с гирей позволяют развивать разные группы мышц и получать достойный результат. На Уральске для занятия этим видом спорта созданы все условия. Стоит только захотеть. В минувшую субботу на Уральске Кедр встретил на своем поле команду «Урожай» из Верхней Синячихи. Стоит отметить, что матч был напряженным и победа была вырвана из рук соперника только на последних минутах матча. Подробности у Никиты Евсеева. В минувшую субботу на Уральске Кедр провел матч 11-го тура чемпионата области среди команд первой группы. На Уральце на своем поле принимали урожай из Верхней Синячихи. В начале матча хозяевам никак не удавалось найти свою игру, чем воспользовался соперник. Гости уже на 14-й минуте открыли счет 0-1. На Уральце по ходу первого тайма создали лишь один голевой момент. После перерыва на Уральце прочно завладели инициативой. С каждой минутой наращивали давление на ворота гостей. Но только на 86-й минуте Кедр наконец-то сравнял счет. Роман Маркелов отдал проникающую передачу в штрафную площадь на Дениса Хомякова, который в одно касание переправил мяч на вбежавшего Александра Горюнова. Кедр продолжил атаковать и последние минуты провел, осадив штрафную площадь соперника. После многих неудачных эпизодов хозяева все-таки забили еще один мяч. 2-1. Итоговый счет в пользу Кедра. Очень важная и эмоциональная победа позволила Кедру подняться на четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. Следующий домашний матч Кедра проведет в среду 12 июля, где в ответ на матчи 1-4 финала Кубка области примет Горняк Евраз из Качканара. В чемпионате области Кедру предстоит серия из шести выездных матчей. Результаты остальных матчей 11-го тура таковы. Динур Академия Урала 4-1. Горняк Евраз. Северский Трубник 3-0. Трупром Урал Азбест 4-2. В завершении программы спортивный анонс на ближайшие дни. 5 и 6 июля будут проходить отборочные этапы городского фестиваля Street Workout. 5 июля на площадке возле Савчука 2 и в селе Тарасково по адресу Советская 12. А 6 июля всежелающие смогут показать свою выносливость и ловкость на уличных тренажерах по адресам Кикойна 12 и Автозаводская 25А. Начало соревнований в 17.30. Напомним, принять участие в фестивале Street Workout может каждый. Подробную информацию можно получить на сайте www.sportkedar.ru и по телефону 607-42. А 7 июля на поле детско-юношеской спортивной школы номер 2 состоится игра второй группы чемпионата города по футболу среди мужских команд. Начало игр в 18 часов. 8 июля дворец спорта «Дельфин» примет участников чемпионата города по теннису в одиночном разряде. Начало игр в 9.00. Также напоминаем, что каждое утро с понедельника по пятницу на центральном стадионе нашего города и на площадках дворца спорта «Дельфин» проходят утренние зарядки. На центральном стадионе всех желающих ждут 8.30, а во дворце спорта «Дельфин» в 9 часов. Приходите и принимайте участие в спортивной жизни «Новоуральска». Это все спортивные новости города на сегодня. На этом я прощаюсь с вами. Любите спорт, занимайтесь спортом и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин